В Иванове в очередной раз прошел митинг в рамках всероссийской кампании за достойную медицину. В протестной акции приняли участие активисты движения «Автономное действие» и ивановские комсомольцы. Участники митинга требовали реализации 41-й статьи Конституции, гарантирующей бесплатную медицинскую помощь гражданам и решения других насущных проблем здравоохранения. Вот мы недавно были на станции, нам диспетчер прямо говорил, что у них задержка на линии 2,5 часа составляет. То, что количества бригад не хватает, то есть тоже недостаточно. Соответственно, мы совместно с профсоюзом действия выдвинули 5 требований. В числе требований митингующих также устранение кадрового дефицита работников медицинской сферы, остановка так называемой оптимизации, под которой понимается сокращение числа медицинских учреждений, ну и, конечно же, увеличение зарплат медработников. Несмотря на благие цели акции, сами медики протестный митинг не посетили. Вы видите, они боятся сейчас выступать на митинге и делегируют слово нам, чтобы мы высказали проблемы медиков, они боятся сокращений. И, в свою очередь, у них зарплата заявлена, что будет в 2013 году средняя зарплата 26,5 тысяч, если не ошибаюсь, это в регионах, и есть 44,5 тысяч, это в Москве. Но мы видим, что в ряде медицинских учреждений эта зарплата может быть и в 2, и в 3 раза меньше. И, в свою очередь, они еще берут несколько ставок, работают на 2, на 2,5 ставки. И, соответственно, мы считаем, что от этого теряется качество услуг отказываемому населению. Подобные митинги прошли еще в 25 регионах страны. Вот только помогут ли они вылечить российскую медицину, пока неизвестно. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.